Друзья, здравствуйте! Нацвело у меня опять немножко. Сегодня 12 ноября. Прошлое видео я сказала, что ноябрь, а тогда был октябрь. Ну, сегодня ноябрь. Собираем урожай цветения. Нацвело очень много, очень разных красивых растений. Ну и начнем, наверное, справа налево. Тут у меня маркиза пришла засняться. Кошка, которая появилась во дворе совершенно случайно котенком. И так и осталась жить. Ласковейной на кошке я не видела. Ну, вернемся к цветам. Здесь на заднем плане я покажу цветонос. Уже подрос у гибрида. А здесь у меня распустилась красавица Колумбийка. Я бирочку сейчас сниму. Это Котлея Мемория Джейн Николс. Это Джимани Семиальба на Лабиату Церулию. Ну, красавица! Я вчера замерила цветок 18 см. И все 4 цветка у нее, 4 их, все такого вот размера. Цветок, конечно, огромный, красивый, четкий. Очень она красивая. Хотя я очень люблю яркие котлеи. Но мне очень понравилось. Я видела у девочек она цветла. Думаю, нет, мне такую тоже надо. Так, здесь у меня расцвела первый раз. Ну, многие, наверное, уже узнали. Это Динарт Блю Хевен. Котлея очень красивая. Распустилась она у меня вчера. И еще где-то пару дней ей нужно будет набрать цвет. Будет в голубых тонах. И вот эта вот яркая, сиреневая, шикарная губа. Цветок, наверное, будет сантиметров 20. Сидит она у меня в коре. Я ее покупала. Три бульбочки небольшие. Потом активизировалась. Я показывала, как я снимаю мух. И полностью пересадила в кору. И она у меня четко в одном направлении роста росла. И доросла до размера цветения. Здесь первый раз расцвела колумбийка. Колумбийка фабия. Это фабиата семиальба на давиану. Поэтому форма семиальбовая получается. Красивая очень. Впрочем, фабия не может быть некрасивой. Ну и, наверное, расстройство всего моего ожидания в года, наверное, три. Три раза она у меня пыталась цвести. Я сниму цветок сейчас поближе. Ожидала я лелию спецеозу. Но оказалось, что он никакая-то не лелия спецеоза. Я два дня назад перерыла интернет. Думаю, что по Мексике какое-то может быть растение. В общем, загадка оказалась достаточно простая. Это гибрид лелии спецеоза на лелию албдиду. Я сейчас сниму бирку, потому что могу сказать неправильно. Вот я здесь. Лелия эурманиана. Спецеоза на албдида. В общем, почему так получается? В Мексике они чаще всего не растят растения. Они их просто собирают. В лесу. Особенность этой лелии, что растет два растения. Лелия спецеоза и лелия албдида. Рядом. Цветут одновременно. И поэтому они перекрещиваются. Это природный гибрид между друг другом. А так как собирают бульбы. А бульбы очень похожи на спецеозы. Поэтому он нам продал спецеозу. Но оказалось, что это не она. Что говорю, три раза свела. Потому что остатки цветоносов у меня не дораскрывали. То есть не хватало сил растению цвести. Расцвело. Честно, я очень расстроена. Потому что я ждала спецеоза. Цветок некрупный. Вот такой вот пахнет. Как природники, так не очень. Ну, вот такое вот расстройство. Ну, дальше вернемся к красоте, которая нравится всегда. Цветет и в прошлом видео, по-моему, попало. Это котлея меделиссима. Это ледоманиана на Моссе. Нет, может, я что-то путаю. А, на Мендели. Точно. Ледоманиан на Мендели. Большой, красивый цветок. И цветет она очень долго. Наверное, месяца полтора. Дендер все так и цветет. Распустилась. То, что пахнет ночью. Ночью она пахнет очень сильно. Заходишь в теплицу, запах просто поражает. Это большая, огромная, гольф-грин. Цветет она у меня уже. Теперь каждый год радуется своими цветами шикарными. Сзади там целая система по подвязыванию такого растения. Чтоб оно не поломалось. Ну, вот такая вот красавица. Все равно она очень красивая. Просто шикарная. Вообще, дигбиановые гибриды всегда очень красивые. Всегда очень пахнут. Впечатляют. Доцветает целогина. Целогина. Показывала в прошлом видео ее. Ой. В общем, забыл. Так, здесь гибрид. Гибрид тоже двух природников. Тоже пахнет очень сильно ночью. Это эпидендром силиари. На дигбиану. Тоже дигбиановый гибрид. Тоже пахнет ночью. Очень сильно запах лимонника. Вот такая вот. Не назвать ее крупногоцветковой красивой котлеей. Но она интересная. Цветет постоянно. Ну, как постоянно. Как вырастила рост, так и цветет. Рассвела у меня, наверное, пятый раз. Это котлея Пурпурата на давиану. Пурпурата от Ру Пурпуре. Это эквадорский гибрид. Вот так вот. Четыре цветочка. И подвязывать особо даже не нужно. Она вот так ровненько, красиво распускается. Радует долго цветением. В общем, удачный, хороший гибрид. Правда, размеры немаленькие. Ну и здесь, наверное, уже третий раз видео попадает. Это магия Рафаэля. Семиальповая. Уже четко растение растет и цветет с каждого роста. Красавица. Пахнет тоже интенсивно и очень сильно. Три цветка. Вот, три-четыре цветка она дает в таком размере. Я сейчас покажу само растение. Сидит оно в чистой коре в архиате. Кусочки, наверное, 12-18. Можно видеть каждый рост сверший. И ничего сложного, конечно, с такими котлеями не будет. Когда она уже акклиматизированная, хорошо растет. Ну и не снимала, не поставила ее на стол, потому что поставить нельзя. Я сейчас отойду. Тут очень красивое растение. Вот оно. В этот раз у нее на цветоносе раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять цветков. Со шпорами 20 сантиметров. Пахнет тоже очень интересно. И тоже все это ночью. Он имеет, само растение наверху висит. Еще второй цветонос. Вот тоже. Вот такие вот. Вверх смотрят у них. Головы у бутонов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И там тоже восемь будет. И когда он распускается, у него полностью цветонос опускается вниз. То есть тянет из-за тяжести цветков. Не возьмет. Ну вот такая вот красота. Как же он мне нравится. Тоже не особо, что я любитель котлеи. Но даже для меня это все равно просто шикарно. Плектоцервинтус каудатус. Тоже, наверное, скажу неправильно. Но многие поймут, о чем речь. Относится к вандовому типу. Но имеет очень тонкие лепестки. Поэтому тяжело наращиваются корни. Я попробую снять. В чем я его ращу. Вот так вот выглядит корневая. Корни можно видеть, что похожи на ринхостилисы. Но ботва похожа на... Как он? Айридисы? Нет. Наверное, что-то тут еще тоньше. Тоненькие прям листочки. Так вот выходят цветоносы. Сами цветы. Вот так вот оно сидит, поливая по просушке. Корни хорошие. Им нравится. Вот такая вот красота. На заднем плане тоже есть много. Сто цветоносом. Попробую приблизить. Окно закрываю, потому что солнце опускается. И мне палит цветы внизу. Это цветонос на бульбофиломе. Как же он называется? Эхинолабиум. Вот точно. Который имеет цветы. Ну, как же он воняет, когда он цветет. Запах гнилого мяса вот на всю теплицу, когда солнце. Не очень люблю, когда цветет. Но цветки очень красивые. Я поэтому его и держу. Мне по цветам нравится. Ну, и там дальше. Цветонос. Цветет уже, наверное, год. Это целогенауситана. Уже не показываю ее, потому что цветет постоянно. Ну, на подходе еще много разных интересных растений будет цвести. Буду снимать по мере зацветания. Всем хорошего дня. Пока-пока.